Помимо недавно появившегося формата ВПГ, есть формат, продвигаемый Google – WebPi. Это название так и читают – WebPi. И он также основан на видеокодеке, на этот раз – WP8. И права, и компанию, которая разрабатывала этот кодек, купил Google. Параллельно с WebPi для статики разработан еще и WebM для видео. Собственно, WebPi кодируется также, как опорные кадры из WebM. Про способы кодирования видео смотрите в соответствующем уроке. Формат открытый и не требует лицензионных отчислений. Здесь он в более выигрышном положении, чем БПГ, за которым торчат уши копирайта. Далее начинаются неоднозначности. Начнем с того, что к моменту записи этого видео в марте 2015 года по интернету сходу находятся статьи за 2011 или 2010 год. И это в Google про гугловский же стандарт, который они продвигают. Во-вторых, раз уж я упомянул статьи, то они какие-то неоднозначные и содержат много оговорок и отсылок на комментарии экспертов, которые не испытывают особого восторга к имевшемуся на тот момент состоянию формата. Например, в 2011 году Mozilla отказалась от поддержки WebPi, сочтя его недостаточно прогрессивным по сравнению с JPEG. Есть такой исторический факт. Отказали они к гуглу, мол, старайтесь тщательнее, тщательнее надо. Стоит, правда, заметить, что сама Mozilla здесь не сторонний наблюдатель. Они потихоньку дорабатывали JPEG. Нельзя сказать, что они достигли чудесных результатов, но свой формат MostJPEG они создали. И у них идея была в том, чтобы улучшить JPEG, при этом не потерять совместимость с декодировщиками. Но я не об этом. Так вот, давайте посмотрим, что говорит про WebPi, Google и что говорят оппоненты. Описание Google говорит нам, что версия для сжатия с потерями использует следующее улучшение, если сравнивать с JPEG. Первое – это предсказание блоков. Здесь суть в том, что кодирование осуществляется также по блокам, но блоки эти не независимы, а кодируются исходя из уже известной информации о соседних блоках. Поскольку часто бывает, что соседний блок очень похож, или один из них повторяет в целом картину данного блока, то это используется для повышения уровня сжатия. Очевидный, в общем-то, ход. Раз больше возможности сказать кодировщику «Смотри вон туда и сделай так же», то это приводит к тому, что файл заполняется большим, чем в JPEG, количеством нулевых значений. Отсюда лучше показатели сжатия. Второе улучшение – это адаптивное распределение уровней квантования, то есть делителя качества, если совсем на пальцах. Обычно в изображении есть фрагменты попроще и фрагменты посложнее. В случае с JPEG уровень квантования устанавливается почему-то для всех блоков одинаковым, то есть понятно почему. Чтобы что-то там адаптировать, нужно иметь информацию о всей картине, причем иметь ее в памяти. Потом ее проанализировать, в каких блоках придется потрудиться, а где будет попроще, а потом распределить эти коэффициенты. Возможно, в начале 90-х годов это могло показаться роскошью, и тогда JPEG и так медленно кодировался. Вот, кодировщик WEPP оценивает изображение и распределяет коэффициенты квантования индивидуально каждому блоку, чтобы байты, которые были бы необоснованно и израсходованы на простых участках, были бы перенаправлены на передовую, где идет ожесточенная борьба за плавность градиентов и четкость границ без лишних артефактов. Также, вместо сжатия, полученных после всех преобразований данных, методом Хаффмана используется более гибкое арифметическое энтропийное кодирование. Любопытной особенностью формата является комбинация режимов сжатия изображения и канала прозрачности. Изображение может сжиматься и с потерями, и без, но в случае сжатия с потерями возможно добавление канала прозрачности, который остается сжатым без потерь. Это сохраняет однозначность контуров, что критично в некоторых ситуациях. Выделим значимые характеристики формата. Сжатие. Google заявляет, что их формат на 39% более эффективен, чем JPEG. Контейнер Reef. Он не новый и существовал раньше, но при том он весьма компактный и лишнего не добавляет. Сжатие. Как с потерями, так и без потерь. Прозрачность. Поддерживается, может быть сохранена без потери, даже если изображение сжималось потерями. Анимация. Она поддерживается. Метаданные. Вот они не фиксированы, что может давать, с одной стороны, свободу развития, а с другой стороны, вносить неразбериху. В том же JPEG есть четко прописанный стандарт EXIF и в нем есть поля метаданных. А здесь будет непонятно что. На чем забывают заострить внимание создатели в API, как на цветовой субдискретизации. Даже в JPEG в некоторых режимах можно не испортить цвет. К этой возможности мы еще скоро вернемся. А вот в API при любом раскладе, даже при сжатии без потерь, будет сохранять цвет по схеме 4.2.0. То есть, лишь четверть цветовой информации от изначально имевшейся. Также доступна глубина цвета только 8 бит. Проще говоря, формат для конечного просмотра, но никак не для промежуточного сохранения. Затем он и создавался. Вдобавок, критики замечают, что преимущества в сжатии достигаются не на любом изображении. В общем, этот формат еще и сыроватый. И в завершение этого небольшого обзора форматов добавлю, что они, конечно, не единственные в своем роде. Например, относительно недавно Microsoft не выдержала и родила собственную версию JPEG. Назвали они ее JPEG XR. Если в двух словах, то для фотографии с расширенным цветовым диапазоном. В общем, интерес к этому формату заканчивается на вот этой таблице. По ней вообще сразу понятно, какие все молодцы. Если ее расширить, дописав разработчиков, то картина будет совсем понятной. Пожелаем Microsoft также быстро включать поддержку сторонних форматов в свой браузер и двинемся дальше. Продолжение следует... Продолжение следует...